Ну, вообще, я могу сказать, что изначально до танцев я была, как бы так привести пример, как пиявка, да, из мультика, лунтик, вот это вот. Всё плохо-плохо-плохо-плохо-плохо-плохо. Ну, действительно, было так. Были большие какие-то амбиции, чего-то хотелось, но не было, я не видела, как я могу это получить. Вообще, куда идти, с чего начать. Были какие-то попытки, да, самостоятельно что-то сделать, не получалось. И вот на танцы я пришла именно как-то интуитивно, я как-то вот понимала, что мне надо. Вот Саша рассказала, что это такое, вкратце, мне стало интересно, и вот я интуитивно понимала, что мне вот туда надо. В танцах я год, я могу сказать, что первые, наверное, даже полгода, было полное какое-то бессознательное. Я приходила, танцевала, но в жизни, в моей, ну, мы же ставили намерения, Александра вела, рассказывала, подсказывала, происходили качественные изменения. То есть качество моей жизни становилось лучше гораздо. Открывались и открываются какие-то возможности. Понятие того, что я достойна и меня достаточно для всего-всего-всего, тоже, ну, то есть оно во мне возникло и взросло. Благодаря танцам и благодаря Александре это во мне взрастилось. Я поверила в свои силы, я изменила, сменила вообще сферу деятельности. Поверила в себя, еще раз говорю, сейчас у меня есть свое дело. И год назад я очень бы хотела, но кусала бы локти, как вот эта пиявка, у которой все-все-все плохо, не решалась бы, я бы не начала действовать. То есть я начала действовать, что-то делать. И опять-таки, ну, благодаря тому, что имею возможность общения с Александрой и танцевать. Вот, как-то так. Вот, благодаря танцам я поверила в себя, как в женщину. Я раскрылась, как женщина. Я могу сказать, что сейчас я хожу на вокал, хотя с детства я всегда считала, что по ушам мне прошел медведь. Я хожу, я даже уже пою. Это в следующий раз я, может быть, вам спою, не так много я еще хожу. Я хожу на танцы, которые просто, ну, просто танцы, да, вот для, вместо физкультуры, да, то есть начала себе позволять гораздо больше. В плане яркой помады, косметики, все я это начала себе позволять. То есть, наверное, почувствовала то, что я достойна этого всего. Вот, то есть, женственность во мне раскрылась. Вот самое главное, что мне хотелось сказать. Саша, благодарю, это потом вырежется. Ну, в течение года Юля ходит ко мне на занятия. Юля была в группе девушек, как и все другие. Танцы у нас очень простые. Мы ставим намерения, обсуждаем какие-то моменты. Я помогаю поставить намерение, чтобы это было экологично для человека. Затем мы танцуем и расслабляемся. Вот, эффект, который происходит, у каждого он по-разному. Случается. Вот с Юлей случилось так. Исходя из моего опыта, я танцую уже 5 лет, я вижу, что с каждой женщиной случается то, что ей действительно нужно. И раз у Юли такие результаты, значит, ей это было нужно. И я уверена, что с любой женщиной может случиться то, что ей на самом деле нужно, то, к чему лежит у нее душа. Дело в том, что та практика, которую я провожу, я вот по-другому даже не могу сказать. Я точно уверена, что я провожу эту практику. Я не очень любительница таких научных терминов. Однако я психолог по образованию. Я могу сказать, что это когнитивная телесоориентированная психотерапия. Если говорить научным языком. Если говорить более простым, для женщин языком, то есть это такие медитативные танцы. В чем особенность этой практики? В том, что у меня есть определенная способность, которую я тренировала на протяжении 9 лет, помогать человеку установить прочную связь со своим высшим «я», со своим сердцем. И это им дает такой эффект, что женщины остаются довольны занятиями. Они довольны, потому что они наконец-то попадают в пространство, где они приходят сами к себе. У кого-то получается это сделать только на время танцев, однако потом с практикой от занятия к занятию это время удлиняется. И потом у женщины нет необходимости уже выходить из себя. И я считаю, что вот в этом и есть уникальность метода, которую я провожу, то, что все происходит очень мягко, и никто не получает каких-то снегокшибательных результатов, которые разрывают ему мозг. И потом человек, как бывает на некоторых тренингах, где человек просто не может вынести потом то, что с ним произошло, то состояние, в котором он оказался, это состояние ума. Здесь все происходит очень мягко, плавно, очень по-женски. И я могу сказать, что так как я занимаюсь различными практиками, если перечислять все, что я за жизнь делала, это надо делать отдельную, просто пятиминутный ролик, для того, чтобы я просто зачитала все свои сертификаты, программы и образования, которые я получила за 9 лет, так как измененное состояние сознания, различные трансовые техники были всегда моим основным хобби. И я могу сказать, что я очень горжусь тем, что все это кристаллизовалось, весь этот опыт за 9 лет кристаллизовался именно в танце. И еще также я хочу отметить, что я очень горжусь тем, что Юля сказала эти слова. Дело в том, что Юля моя коллега, мы вместе с ней учились на психолога. То есть она видела меня 2 года в группе, и после чего она приняла решение прийти ко мне на танцы. Для меня это очень ценно, потому что одно дело, когда человек видит тебя вот в таком ролике в интернете, а другое дело, когда человек видит тебя 2 года на занятиях, в стрессовых ситуациях, и все равно потом принимает решение, хотя бы чему-то у тебя научиться. Вот поэтому для меня это отдельный повод для гордости. Я очень благодарна Юле, что она приходит весь этот год, и что у нее есть результат.